Добрый день! Давно я не снимал обзоры о своих покупках. Вот очередной обзор. Начнем его. Прикупил я вот такой вот бокс для приманных. Двухсторонний. На 18 ячеек. Вот его при вас сейчас распаковываю. Выглядит он вот так вот. Называется эта коробка Jero Fishing. Имеет она, еще раз повторю, 18 ячеек. Вот так вот закрывается. Вот такие хорошие защелки. Открывается. И вот тут вот ячейки вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, здесь еще девятая запасная. 9 и 9. Вот 18 штук как бы. Еще одна маленькая вот здесь вот десятая. И с другой стороны вот так вот переворачиваем. То же самое открывается вот так вот. Это у меня уже такая вторая коробка. Всем рекомендую. Очень качественный пластик. И 20-сантиметровые туда приманки только так залетают. Я специально ее для этого покупал. Следующее мое, так сказать, приобретение внеплановое. Это вот такой вот якорный трос. Диаметр 8 миллиметров, длина 20 метров, трехрядный нейлон. Выглядит он вот так вот. Приобрел я его не просто из-за прихоти, а сегодня с утра ездил на рыбалку и не смог поднять якорь. Даже еще там в соседней лодке одного мужика попросил. Короче, вдвоем мы этот якорь не вытянули. И присрось мне его обрезать вместе с веревкой. Вот прикупил я якорь. Ой, якорь. Якорь еще не прикупил, якорь заказал. Вот купил я вот такую вот штуку. На конце у нее вот такая штука. Дальше там обычно выглядит она вот так вот. Буду оснащать. Заказал якорь на 5,5 килограмм. Такой раскладной, как он, демпфер что ли. Это, так сказать, не плановое мое приобретение. Заплатил я за эти 20 метров полторы тысячи рублей. Ну а теперь перейдем к самому основному. Прикупил я вот такие вот поводочки. Из нержавейки диаметра 0,4. 250 миллиметров 10 штук. Вот такие вот тройничочки для оснащения доп. крючками больших силиконов приманок. Я сейчас стараюсь что-то, не знаю, по крупняку пошел. Стараюсь покупать приманки 6,5, 7 дюймов. Короче, 18, там 20 сантиметров. Вот такие вот тройнички для оснащения взял японские. По-моему, я не знаю, третий что ли номер. Вот они вот так вот выглядят. К ним вот такие вот короткие поводочки. Длиной 70 миллиметров сюда буду тройничок привязывать. Ну и самое главное, то что я докупил. У меня было много есть нарваловских приманок. Но я тут долго смотрел и взял вот такой вот нарваловский слаг. Длина у него 20 сантиметров. Вес 44 грамма. Выглядит он вот так вот. Два вот таких вот нарваловских слага. Буду их оснащать. Это вот первое мое приобретение. И второе приобретение купил я на Жериха. Вот такой вот верховка от нашего самарского жерешатника Ишутина. Не знаю. Есть у меня ромбик еще от Ишутина. Ну скажу честно, ромбик беспонтовый. Сколько я на него бросал, ничего я не поймал. Но он, во-первых, и не играет. Я не знаю, как там добиться игру. То, что там пишут, что она должна колебаться. Она у меня вообще не колеблется. Попробуем вот эту верховку. Вес у ней 29 грамм. Вот тут вроде какие-то лопасти есть. Не знаю, будет. Трутиться не будет. Сейчас буду оснащать вот эти вот нарваловские силикошки джиголовками коготь. И покажу, как я это все делаю. Продолжаю рассказ. Для того, чтобы нам оснастить вот эти вот нарваловские виброхвосты 20-сантиметровые, нам понадобится... У меня есть такая джиголовка двойная, коготь. И дальше будем на низ подвешивать еще дополнительный крючок. Вот такая вот джиголовка будем использовать. Семерка. Вес у нее 20 грамм. Ну и, соответственно, будем ее дооснащать вот этими тройничками, которые я вам показывал. Но у меня тут еще где-то должен был заваляться один тройничок. Мы его сначала тоже используем. Сейчас буду дооснащать и показывать вам. Вот он у меня еще такой же тройничок. Есть один. Это я от тройнички поснимал с телспиннера. Я на телспиннер, помните, я вам рассказывал, что я увеличил. Ну все, приступаем сейчас к оснастке. Для этого что мы делаем? Блин, джиг когтей, конечно, у меня мало осталось. Ну ладно, что, куда теперь деваться? Главное раньше времени не паниковать. Что мы, в принципе, и делаем? Мы не паникуем. Приступаем к оснащению. Для этого что мы делаем? Просто, тупо... А, вот она самая длинная. Тупо просто... Открываем вот этот вот нарваловский свак. Надо посмотреть, где он как открывается. Тут, как обычно, вот какие-то есть защелки. Сейчас мы откроем их. Ну, вроде что-то получается. Открываем вот эту вот нарваловскую рыбку. Блин, конечно, запечатывают они их, прямо скажем, на совесть. Вот этими скобами надо сейчас будет брать пассатижи. У меня тут есть специальные для отцепления крючка. Но мы их используем для отцепления упаковки. Все, раскрыли. Достаем. Нарваловский свак. Выглядит она, эта рыбина, вот так вот. В принципе, весьма неплохо. Тут что-то прозрачное. Ну, сейчас посмотрим, как будет пробиваться. Есть даже вот такой вот глаз. Ну, и вот такой вот виброхвост. Прикидываем сюда наш семерочную же головочку. Ну, нормально. Нормально она встает. Ну, я, в принципе, так и рассчитывал. Что мы ее будем сюда ставить. Начинаем заводить. Главное не спешаться и померить, самое главное, где на выходе она должна выйти. Прикидываем вот так вот, где она должна выйти. Там уж с кейтеческих, там прям прорези есть, там не ошибешься на выходе. А вот здесь вот надо именно все делать аккуратно. Ну, и начинаем заводить. Тут вроде рыбка разделена по центру. Наверное, мы ее заведем нормально. Начинаем заводку. 20 сантиметров, ребята. Приманка вот эта вот. 20. Идем на крупняка. Я думаю, что должно быть получиться нормально. Идем на крупняка. Где-то вот здесь она должна вот выйти. Я так вот понимаю, где-то... Сейчас мы ее направим на выход. Надо постараться по центру выйти. И выйти в вибра этого хвоста. Ну, вроде вот так вот. Вроде получается. Вылили вот эту вот рыбину. В принципе, получилось весьма неплохо. Вот так вот она смотрится. Это, я вам говорю, копия. Настоящий, можно сказать, рыбнин. Вот. Ну да, кстати, и прям попал, можно сказать, прям в центр. Вот так вот она смотрится, эта рыбка. Сюда сейчас будем вешать дополнительный тройничок. Который у меня тут есть вот. Вот сейчас вот сюда вот будем вешать дополнительный вот этот тройничок. Для этого нам понадобятся вот такие вот коротенькие поводки. Повторюсь еще раз. Длина у этих поводков 70 миллиметров. Толщина 0,4. Так же, как и вот этих вот длинных 250. Я всегда использую 0,4. На леску 1,5. Вот прикидываем. Да, как раз получается, что тройник как раз в самую жопку будет заходить. Наши рыбины. Я думаю, будет отлично смотреться. Вот такая вот будет игра у нее. Для этого что мы делаем? Очень просто. Расплетаем. Тут есть заплетенка такая. Раскручиваем ее. Все, пошла раскрутка. Вот, раскрутили. И заводим тройничок. Тойничок завели. И просто обратно скручиваем, как тут и было. Тут все элементарно просто. Завели дополнительный тройник. Вот так вот он примерно выглядит. Но можно чуть подальше. Сейчас я чуть подальше его переставлю. Буквально миллиметров на 5. Все, переставил я чуть подальше. Вот так вот это получается. Вот такая вот лепота. Настоящая силиконовая рыбка. Все, продолжаем оснащать кейтеческую 6,5 дюймов силиконовую рыбку. Ну, тут тоже все элементарно. Главное завести ее четко по центру, без всяких там изгавнений. Ну, в принципе, она должна легко зайти. Здесь что, удобно кейтече? Здесь есть разметка. Еще раз повторюсь. 7 дюймов должно выйти в самый конец распила. Здесь такая прорезь есть ориентировочная. Вот как раз я ее вывел на самый конец распила 7 дюймов. И получается вот такая вот лепота. Еще раз повторюсь. 7 дюймовый джек-коготь вес вот этой вот 20 грамм и плюс 22 это. У этой вес 45 грамм и плюс 20. Ну, короче, работаем по крупняку. Вы уже поняли. Ну, дальше все по старой схеме. Берем вот этот вот коротенький поводочек. 70. И цепляем к нему тройничочек. Вот дополнительный тройничок. И тут также в кейтече есть прорези. Очень удобно. И, соответственно, прямо вот тот же вот конец прорези заводим туда. вот так вот. И два жала оставляем вот так вот торчащими. Все. Оснастили. Все очень красиво. Получилось вот так вот у нас. Вот одна рыбина нарваловская. Вот вторая кейтечевская. Всем удачи! Пока! Здоровья! Больших и вкусных трофеев! Продолжение следует...